Итак, наступает момент истины. Холифилд против Ленокса Льюиса. Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Отчеркиваю на ставке все три пояса по всем трем главным версиям. Когда-то в добрые старые времена, в золотую эру, был только один чемпион. Он был единственный и абсолютный. Например, Мухаммед Али. Но самое главное, если отвлечься от исхода этого боя, который, конечно же, всех интересует, Я думаю, что очень положительный момент, что вот этот матч века, финальный матч в этом столетии, все-таки в нем принимает участие достойный боксер. В последнее время дивизион тяжеловесов населен скандалистами, осужденными преступниками, наркоманами, как МакКол. Я говорю об этом поколении, о поколении Льюиса и Холифилда. И, по крайней мере, ни Холифилда, ни Ленокса Льюиса нельзя упрекнуть в этих грехах. Это истинные спортсмены, и они достойны того, чтобы встретиться сегодня на этом ринге. Льюиса и Холифилда. Мухаммед Али, только Мухаммед Али и он трижды завоевывали звание чемпиона мира. Мухаммед Али и Холифилда. Поскольку здесь на ставке чемпионские титулы по трем версиям, то тут полным-полно представителей президентов этих версий, супервайзеров, всяких официальных лиц и так далее. В принципе, мало кого волнует вообще все названия этих организаций, потому что когда дело касается такого матча, как этот, никто и не помнит, по каким версиям кто выступает. Главное, что это суперзвезды мирового бокса, и главное, что наконец-то станет ясно, кто будет сильнейшим супертяжеловесом планеты в конце этого лета. Артур Мерканти, младший. А это был папа, Артур Мерканти старший. Тоже эпическая битва, здесь же Мэдисон-Сквер-гарден. Мухаммед Алейджио Фрезер. Итак, бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Хотя последнее можно и не добавить. 33 года. Дэнексу Льюису 34 победы, 27 нокаутов, 1 поражение. Поражение нокаутов. Продолжение следует. на три года старше его ивандер холлифилд ниже ростом и легче намного легче 36 побед 25 побед нокаута процент выигрышей нокаута у холлифилда меньше чем у ленокс-люис с одной стороны никто не отрицает что ленокс-люис обладает сильнейшим ударом другой стороны те победы которые надержал нокаутом идут по своему уровню в сравнении с теми победами которые держал ивандер холлифилд но вот плюс это или минус мы узнаем в этом бою на дистанции артур маккензи динамин юристу издаливали на найл дешевле файл по словам агурлова Многие считают, что чем дольше будет длиться бой, тем больше шансов у Иван Дрохолюсова. Вот то, что я говорил. Быстрый старт Ленекса Льюиса. Он хочет немедленно, сейчас провести сильный удар. И в общем это правильно. Он сам понимает, что искушенный, жесткий битый Холлифилд, которому если удастся прорваться на среднюю дистанцию, да еще в поздних раундах, явно увеличит свои шансы на победу. Все знают также, что вот этот левый длинный джеб Ленекса Льюиса, это не более чем раздражительный, но зато очень здорово подготавливает почву для точного удара справа. Удара, который лучше бы никому не пропускать. Что сделает сейчас Холлифилд? Да, можно войти в клинч, можно отбегаться, можно подергать противника, заставить его промахнуться. Но главное не заигрываться. Дело в том, что вот такой бой, такая взаимная охота дает преимущество Ленекса Льюису, не Холлифилду. Холлифилду нужен бой плотный, насыщенный боевыми действиями. Тогда у него будут шансы дать свободу, дать дистанцию, дать пространство Ленекса Льюису, это значит проиграть. В то же время довольно сложно будет сближаться с Льюисом, потому что в этом случае Холлифилд подставляется под тяжелый удар Ленекса Льюиса, а это, даже если он на защиту их будет принимать, это будет его изматывать. И по-настоящему-то Холлифилд никогда не был тяжеловесом настоящим. Он начал свою карьеру профессионального боксера в первом тяжелом весе, крузерный, весил всего 86 килограмм. Для того, чтобы перебраться в этот супертяжелый вес, ему пришлось проделать колоссальную работу над собой, намотать на себя мышечную массу. С ним работали несколько тренеров по, как сказать, да. Вот, пожалуй, наказал Холлифилд сейчас Ленекса Льюиса за очень неприятный трюк. Вы знаете, что когда боксер сгибается и на него наваливается сверху, это очень тяжело. Вот это даже кратковременное давление на мышцы ног не быстро утомляет. Боксеры лишают его подвижности. Очень часто противники Холлифилд используют этот не очень чистый прием. Он сейчас просто приподнял и столкнул Ленекса Льюис. Дон Тернер. Очень хороший старый тренер в углу Холлифилда. Но сейчас важна даже не стратегия, сейчас важно физическое состояние Холлифилда. В каком он состоянии. Судя по тому, как выглядит Ленекса Льюис, он-то как раз в отличном состоянии. Да, Льюис сейчас начинает бомбить Холлифилда решительно, длинными ударами с дальней дистанции. Видите, что делает Льюис? Может, поджимает Холлифилда к полу. В общем, все, что нужно сделать Льюису, это поставить Холлифилда неподвижным. Для того, чтобы выстрелить в него своей любимой двойкой, перекрестным ударом справа сверху в голову. Он готовился к этому бою, пригласив высоких бойцов, в частности, Майкла Гранта. Но, вот так вот играть на дистанции с Ленексом Льюисом, это Холлифилду ничего, кроме усталости, не принесет. Потому что не он держит Льюиса в напряжении, а наоборот. Рейк! Стоп! Интересно было бы все-таки понять, каков же план Холюфилда в этом бою. Холюфилд известен тем, что он способен приспосабливаться к противникам совершенно разного стиля. Да, ему, конечно, тяжело действовать против длиннорукового Дианкса Луиса. Не думаю, что Луис позволит Хэллифиллу действовать на средней дистанции. Но если Хэллифилл туда прорвется... ...если он прорвется, то, конечно, опасности будет уже Луис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, в опасное положение сейчас Хэллифилл попал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В опасное, потому что он, в общем, потерял из виды противника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и третий раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тот самый раунд, где Хэллифилл обещал срубить, нокаутировать Ленокса Луиса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, раз попадает за весь этот отбой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он перестал отдавать пространство Луису, перестал начинать поддавливать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, и он, так же, как и его штаб, понял, наверное, что отдавать пространство Луису нельзя. Посмотрите, что творит Хэллифилл сейчас. Он запер Луиса в углу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ему приходится растягиваться. Ему трудно достать противника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но вот мне очень интересно будет посмотреть на Ленокса Луиса после этого раунда. Потому что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будет ясно, в каком он состоянии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что пора бы рефери вмешаться. Нельзя толкать противника. Есть такое правило, запрещающее толчки. Луис постоянно отпихивает от себя Хэллифилл. Хэллифилл знает про этот встречный апперкот. Он как бы готов к этому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удары Луиса гораздо жестче. Но Хэллифилл может этой бомбежкой измотать противника. Может. Все зависит от того, в каком он состоянии сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Предсказание Ивангера Хэллифилда не сбылось. Нет нокаута в третьем раунде. Но первый раз в этом бою Хэллифилд взял вошью в свои руки. Нет, ты можешь сделать это. Все, что ты можешь сделать, это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Донтернер. Очень простая установка. Ты можешь это сделать. Все, что ты можешь сделать, это просто делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Атака Хэллифилда. Хэллифилд прорывается на эту дистанцию. Сталкивает встречный удар Льюиса. Сталкивает плечом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Легко сказать, как Дон Тернер сказал Хэллифилду. Первым справа. Первым атаковать справа. Длиннющий, высоченный Льюис не подпускает так просто к себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот сейчас, глядя на то, как ведет бой Хэллифилд, я понимаю, что он совсем не тот, каким мы его видели в бою с Майком Тайсоном. И не потому, что противник такой. Неудобный, высокий, жесткий, опасный. Тайсон, уверяю вас, как бы не расхваливали правый удар Ленокса Льюиса, абсолютно уверен, что Тайсон бьет, по крайней мере, не слабее. Дело в том, что тогда Хэллифилд был гораздо быстрее, гораздо более острый и агрессивный, чем сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Была ошибка. Ошибка, прямо скажем, непростительная со стороны Хэллифилд. Нельзя останавливаться в тот момент, когда Льюис выбрасывает левую руку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть нужно смещаться со стороны в сторону или идти вперед с уклонами, но ни в коем случае нельзя застывать в тот момент, когда Ленокс Льюис вытягивает левую руку, потому что он немедленно стреляет справа. Удар, который Хэллифилду не выдержит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотел бы я знать, что сейчас пишут в своих записках судьи, боковые судьи. Невероятно трудно разобраться в этих трех раундах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пропустил только Хэллифилд. Короткий, жесткий, правый удар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правильно, правильно, говорят в углу. Не пясть от него, пусть он от тебя пятится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой, оттуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочешь, чтобы Ленокс Льюис спрятал сильный удар в туловище за комбинацией в голову. Только так можно остановить Хэллифилд. Утомить его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ни в коем случае нельзя отдавать центр линга. Льюис попадает, попадает жестоким ударом в голову. Он запирает Хэллифилд в углу. То, что должен делать сам Хэллифилд. И расстреливает его, просто расстреливает с дистанции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Непонятна пассивность Хэллифилда. Совершенно непонятно. Почему он так себя ведет? Льюис дисциплинированно выполняет задачу, которую поставил Эммануэль Стюор. Они нашли такие слабое место в обороне Хэллифилд. Непонятно, например, почему сам Хэллифилд постоянно охотится за головой. Почему он не старается остановить Льюиса ударами в туловище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, вблизи, конечно, Льюис понимает, самое главное, не давать Хэллифилду оставаться на средней дистанции. Там, где он может достать согнутой в локте руку. Надо либо отрываться от него, либо прижиматься к нему. Что он и делает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Резкая взрывная атака на ближней дистанции. Хэллифилд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, похоже, что предсказания Хьюджиса сбываются. Если Хэллифилд будет пропускать удары, даже на защиту он остановится, он устанет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И он уже устал. Мне кажется, что он устал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь на повторе видно сейчас, как Хэллифилду повезло в этот момент. Тем не менее, он пропустил несколько жестоких ударов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повезло, потому что, оттянувшись, прижав левой рукой Хэллифилда к канатам, да еще сделав паузу, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леонид Слёвис промахнулся правой. Скользко удар пришелся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстрота нужна, быстрота. Ни в коем случае нельзя пятиться. Нельзя пятиться Хэллифилду. Ни в коем случае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мощная атака Хэллифилда. Нет, Леонид Слёвис не даст. Запутает, свяжет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, что за мода пошла, что тяжеловес чего-то добивается к тому времени, когда ему идет уже четвертый десяток. Вот сейчас видно, что Хэллифилду 36, идет 37-й. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет прежней скорости, нет прежней остроты. Нисколько бы он не утверждал, что с возрастом он становится только лучше. О-о-о! Как же обманул Леонид Слёвис сейчас Хэллифилд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно Хэллифилду хоть одно чистое попадание, тогда шансы могут уравняться. По части того, насколько хорошо держит Хэллифилд удар, все знают, что у него гранитный подбород. Насколько же можно пропускать удары? А вот по части способности Леонекса Льюиса держать удар, у многих есть подозрения, что не так уж он хорош в этом департаменте, в этом компоненте. Но дело в том, что надо же попасть, попасть чисто, чтобы проверить, на что способен Леонекса Льюис. Время уходит. Кончается шестой раунд. И здесь Хэллифилд. Непонятно, что произошло. Льюис отпустил. Ленинс, ты не был старым. Я не был старым. Ты не был старым, ты не был старым. Ленинс, держи свои руки. Он был старым. Время уход. Если ты вступишь и запусти 那 dime, этот бойся внутри. Ты хby suç. Ты独いて ле vivid, но ты играешь затоvie. Если ты внизу, если ты внизу и курvantешься с Unterstütив, with all this power that this will be all thisمن Splendor, Не знаю, честно сказать, вам не нравится мне, как выглядит Холлифилд в этом бою. Успешная атака Холлифилда, но нет в ней остроты, нет тяжести в его ударах. Да, прав младший Артур Меркантин, действуйте как чемпионы. Холлифилд в раскол застал Холлифилд. Он ударил одновременно с командой. Он пытается сейчас раскрыть Холлифилд. Пренебрегает, совершенно пренебрегает Холлифилд атаками в туловище. Он уже чувствует, чувствует, что Ленокс Льюис не даст ее ударить в голову, не даст ударить голову неожиданно. Кроме того, можно нарваться на встречный удар, потому что пристрелялся уже британец. Поразительно. Как Холлифилд все это смог вытерпать? Такой бараж. Жесткий удар с обеих рук пропускает, идет, натыкается и ничего не предпринимает. Льюис начинает работать всерьез. Сыпет и сыпет и сыпет удары с обеих рук. И он действительно свежее. Свежее Холлифилд. Это решающий фактор. Решающий фактор в этом бою. Кто будет лучше себя чувствовать к концу боя? Две цитаты из Холлифилда. Один раз он сказал, не имеет значения, какого размера боец. Главное мастерство, сколько он действует. И второй. Настоящий бой начинается в тот момент, когда оба бойца устают. Да, возможно он и прав, но вот что будет, если один из них устает? И у меня серьезное подозрение, что это будет Холлифилд. Именно он выглядит более измотанным. Ребята, Лениндж. Лениндж, мы не обеспечиваемся. Стойте с англитсом и в спине. Вы будете играть с этим, не будете? Вы будете много веселиться. Уберите, немного больше силы. Когда вы превратите, вы возвращаете к твоему жабу. Главное, держите к твоему жабу и держите руки. Поехали. 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 Поехали, пусть тверды! Поехали, миру Jeffers. Нет, атаки с дальней дистанции Ли Филду не удаются пока что. Но самое большое ошибку Ли Филду будет, если он не даст возможности дышать, что называется, своему противнику. Вот тогда он начнет выигрывать. Как только он будет делать паузу, это будет ошибка, которую уже будет трудно исправить. Видите? В данном случае здесь довольно примитивная картина наблюдается. Превосходство в росте, в длине рук Ленокс Льюис использует полностью. Полисина, достает какой-то. Но с расчетом дистанции пока не важно. И все-таки вот сейчас кончается восьмой раунд. Приходится признать, Ли Филд пропускает более жесткий и более тяжелый удар, чем наносит сам. Приходится. Субтитры сделал DimaTorzok Каждый раз, каждый раз Хлифилд, подставляясь под этот пробный левый прямой отмеряющий дистанцию, которую наносит Ленокс Льюис, подвергает себя колоссальному риску. Потому что вслед за этим следует немедленный удар справа, причем очень жесткий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, что вы скажете, я просто не берусь судить о том, кто выиграл эти предыдущие 8 раунд. Вот если судить по этим повторам, то Ленокс Льюис. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего не остается Хлифилду. Как рисковать, как взвинчивать темп и выкладываться на полную катушку, что называется. Хлифилд всегда мог выложиться полностью. Хлифилд всегда выложиться в тёпке, а я выложил. Простая, простая, до примитивности тактика Ленокса Льюиса. И несмотря на свою простоту, очень эффективна. В общем-то это, как бы, хоть и немножко видоизмененный, но классический британский стиль. Дальняя дистанция, прямые удары. Здесь нужны удары, удары и удары Холлифелда. Нужны удары. Не нужно заряжаться на мощную атаку. Вообще-то, конечно, легко давать совет. Но мне кажется, что нужно просто как можно больше ударов в комбинации, в серии, которые позволят с одной стороны сблизиться, а с другой стороны спрятать акцентированный удар. Торец девятого раунда. Торец девятого раунда. Торец девятого раунда. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, Льюис вяжет Да, вот здесь в такой возне, в силовом противодействии И сказывается колоссальная разница в весе Все чаще и чаще Ленекс Льюис прибегает к клинчу Блокирует атаки Хеллифилда Хеллифилду не нужно думать, что это, в общем, перелом Может Льюис ударить, даже когда устает И вот пауза Пауза, которая немедленно, немедленно Отдает инициативу в руке Ленекса Льюиса В чем дело, почему устал Хеллифилд? Очень быстро Льюис восстанавливается Четкий встречный удар справа Льюис В общем-то, мы видели, как от этих ударов падали другие боксеры Хеллифилд, держит Конец десятого раунда. Инициатива переходит от одного к другому. Вот сейчас может решиться весь бой в оставшийся раунд. Так ли уж он измотан. Да. Вот он достает Луиса. И делает ошибку. Идет назад. И идет. Одиннадцатый раунд. Раунд, который, я думаю, сигнализирует штабу Луиса, что в общем, в таком шатком равновесии, в котором проходит этот бой, необходимо отбирать инициативу хозяина ринга. Только это может убедить судей и публику, что Луис победитель в этом бой. Инициатива постепенно завладевает. Пусть на короткое время Холлифилд. Что ему сейчас нужно, это постоянный прессинг. Абсолютно без пауз. Вы знаете, похоже, что боксерский философ Холлифилд прав. Действительно, бой начинается, когда уже усталость одолевает. Более того, на мой взгляд, Холлифилд смотрится гораздо лучше, чем весь во второй половине бой. Попадает коротким правым в голову Холлифилд. Пой! 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 Концовка, концовка одиннадцатого раунда, посмотрите что происходит, пусть не очень эффектно действует Халифилд, но сейчас Льюис перешел в оборону и пытается действовать оттуда, навстречу поймать, просто навстречу Халифилда его броска, Льюис включил ноги, то есть начал двигаться по фронту и в общем то я не думаю что вот эти вот позы Льюиса вызывает одобрение у публика, ничего такого замечательного он не сделал в этом раунде. Честно вам сказать, говорят что бой делает стиль, разница в стиле. Очень впечатляющий выглядел Ленокс Льюис в начальных раундах. Он выглядел расчетливым, уверенным, точным, жестким и опасным. А Халифилд наоборот был вял, не точен, и вот к концу боя все как бы меняется. Но бой настолько ровный, что в общем лучше бы не забегать вперед и не делать никаких прогнозов. Ленокс Льюис сейчас попытается, попытается. Бросаться нельзя Халифилд, ни в коем случае. Хорячься за работу Жига и Cele DE entering . Льюис. 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 Финальный раунд. Да, Льюис поздно понял, что он застаивался Застаивался в этих финальных раундах И поэтому противник выглядел лучше Мне кажется, что рефери уж очень суетится Много разговоров, много беготни В общем, если нужно дать повозиться немножко в клинче каждому То можно и дать Мне даже страшно подумать, что будет, когда объявят победителя в этом бою Вот Халифилд доставляет Льюиса промахиваться Видите? Дергает, обманывает его, смещается, провоцирует на атаку А время-то все меньше остается А вот сам Халифилд, увы, не блещет прежней скоростью Последние секунды этого матча Напряженный бой, который нельзя назвать особо драматичным И в то же время он жутко напряжен Внутренне напряжен И мне очень сложно сейчас представить победителя Если только сейчас кто-то из них не напропускает много ударов Ну, что вы скажете? Кто? Опытный Халифилд Он внутренне признает свое поражение Что бы там ни решили судьи Халифилд понимает, что это далеко не лучший его бой Что если он его и не проиграл Это, по крайней мере, не выиграл Давайте действительно будем ждать Что же там надумают судьи Причем, должен вам сказать Что бы они ни решили На них обрушится море критики Друзья и господи После 12 раундов боксинга Здесь в Мадисон-Сквере Мы идем к списку На данный момент Джеджед Рингсайд Евгения Уильямс Скорит около 115-113 В favor of Evander Holyfield Джеджед Рингсайд Стэнли Кристодулу Скорит около 116-113 В favor of Lennox Lewis 116-13 Lennox Lewis Лэри О'Коннел Скорит около 115-115 Даже выбор Движение Даже выбор Движение 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 Фантастика Один судья дает Lennox Lewis Другой Ивандеру Холифилду А третий Дает ровно Ничью Не знаю Это конечно История Которая не красит бокс Что в результате Что в остатке Каждый из них Сохраняет свои Пояса чемпионов И свои титулы Двенадцать раундов Двенадцать раундов Поединка Напряженного И жесткого Оказались Напрасны Вот и все Что Наверное Можно сказать По этому поводу И мне остается Только попрощаться с вами Пожелать вам всего хорошего До новых встреч В программе Большой Рим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому